Сегодня видео. Что такое параллельный импорт? Как этот самый параллельный импорт окрашивает рынок электроники на маркетплейсах в серый цвет? Почему Озон и другие маркетплейсы позволяют мошенникам продавать кирпичи вместо смартфонов, откровенные реплики новых айфонов и другие подделки, заявленные как оригинал? Действительно ли на Озон люди продают ворованные товары? Как безразлично маркетплейс относится к своим клиентам в спорных ситуациях? Есть ли универсальный гайд по покупке оригинальной продукции в интернет-магазинах? И стоит ли в принципе покупать онлайн в сложившейся ситуации? Что ж, погружаемся в мир параллельного импорта на Озон в других маркетплейсах. Приятного просмотра! Перед тем, как перейти к подделкам на маркетплейсах, немного о репликах, которые могут украсть ваши личные данные. Да, я о тех самых приложениях российских банков и соцсетей, которые предлагают скачать на сомнительных сайтах. Скорее всего, вместе со взломанными версиями вы получите парочку вирусов, подарив мошенникам пароли от соцсетей, почтовых ящиков и даже доступ к интернет-банкингу. Как же сегодня безопасно скачать недоступные приложения из-за антироссийских санкций? Можно воспользоваться Рустор. В нем есть несколько тысяч приложений на любой вкус. Банки, сервисы, игры. Его разработчики активно собирают фидбэк на аудиторию, апдейтят продукт. Из последнего. Ребята дали возможность пользователям делать покупки внутри приложения, покупать подписки, оценивать и писать отзывы для апок, и даже получать ответ от разработчиков. Также недавно обновили поиск по Стору. Он стал чуть удобнее и быстрее. Все разработчики приложения в Рустор проходят обязательную верификацию и модерацию системы. Это необходимо для предотвращения загрузки вредоносного контента. Что ж, пользователи андроид-устройств наконец-то могут выдохнуть и продолжить спокойно пользоваться любимыми сервисами, недоступными в зарубежных Сторах. Здесь уже более двух с половиной тысяч приложений, в том числе весь топ лидеров российского рынка. Переведите по ссылке в описании, устанавливайте Рустор и скачивайте любимые приложения, удобно и безопасно. Успехов! В июне 2022 года Озон и другие популярные российские маркетплейсы официально начали продажу товаров, доставленных в РФ по параллельному импорту. Это подразумевает ввоз некоторых товаров, так сказать, в серую, то есть без согласия правообладателей. В список параллельного импорта Минпромторга, состоящий из 23 страниц, вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Asus, Nintendo, PlayStation и другие. Если раньше за такое пиратство можно было получить внушительный штраф, народное порицание и пристальное внимание со стороны контролирующих органов, то после западных санкций российский рынок электроники и популярных товаров открыто начал перекрашиваться в серый цвет. Компетентные органы отмечали, что параллельно импорт – это ввоз оригинальной продукции, а значит послабление не приведет к росту объемов контрафакта на рынке. Однако пример Озона, Валберис и других популярных маркетплейсов в России, к сожалению, показывает обратное. Да, паль была всегда. И одну из причин ее появления на маркетплейсах я разбирал в своих давних материалах о ламоде и Валберис. Человек заказывает доставку на дом или в пункт выдачи, подменяет оригинал на предварительную купленную паль в примерочной или в своей комнате, возвращает сотруднику компании коробку с неприятным сюрпризом. Потом ее покупает другой человек и пишет на всеразличных форумах Валберис продает паль. Да что же это такое? И нет, это не значит, что реплики и поделки появляются там только так. Кейсов намеренной реализации пали на Озон еще до старта параллельного импорта масса. Пример карточки с microSD на 128 гигабайт, которые продавались на 15-20% дешевле обычной стоимости. Пользователь радовался экономии, заказывал несколько штук, потирал руки и рассказывал всем знакомым, как грамотно он умеет искать товары в интернете. На деле же получал обычную подделку известного бренда на 4 гигабайта вместо 128. И бонусом уж очень высокая скорость чтения. 2 мегабайта в секунду. Кто шарит за microSD, упал со стула? Остальным просто скажу, но это очень слабо. Аналогичных историй с техникой немало. Купил внешний диск на приятный 10 терабайт, получил подделку на 80 гигабайт. То же самое касалось смартфонов, планшетов, ноутбуков и комплектующих для ПК. Все знали, но все равно покупали на свой страх и риск. Справедливости ради вероятность покупки подделки была не так высока. Да и техническая поддержка маркетплейса старалась решать большую часть кейсов пользу клиента. После ввода параллельного импорта количество контрафакта и копии ожидаемо выросло. Изменилось и отношение к жалобам. Идем по нарастающей. Первый способ продать подделку – замаскировать ее под оригинал. И это скорее особенность продаж, а не открытое мошенничество. Вот карточки смартфонов к Xiaomi с уж очень сладким ценником. Для понимания на момент ресерча их стоимость в Китае начиналась с 50 тысяч рублей. В России с 65, а тут 14 тысяч. Качественное изображение устройства, топовые характеристики и вроде как отсутствие каких-либо проблем. Триггер номер один. Маленькая, но очень важная опечатка в названии. Отсутствует буква I. Триггер номер два. Ответ на вопрос от продавца, который, как честный человек, даже не скрывает, что продает копии флагманского смартфона от Xiaomi. Естественно, никакого топового процессора экрана с высоким разрешением в реплике не будет. Ну и триггер номер три, ну цена, ну вы сами понимаете, такую цену, м-м. Но можно поставить галочку за то, что продавец не скрывает продажу пали. По крайней мере, в разделе ответы на вопрос. Что делать тем, кто в эту вкладку не зашел? Вопрос риторический. Как по мне, подобные карточки нужно удалять только за несоответствие указанным характеристикам, ибо это не единичный случай. Вот еще один лот с откровениями продавца в ответах на вопросы. Причем даже с учетом того, что статья об этой реплике была опубликована на популярном ресурсе месяц назад. Товар все еще висит на озон. А вот совсем свежий кейс. В карточках характеристики оригинала, версии, вплоть до терабайта памяти. И все это всего за 12200 рублей. Покупаю. Круто же, озон. Ведь мне точно привезут просто реплику с заявленными характеристиками, а не какой-нибудь ироничный гербарий с отсылками на айфон. Ну там, кусок пластика с прогнившим надкусанным яблоком в коробке, например. Да-да, мошенники вспомнили и про старую добрую схему кирпич, картон или бумага в посылке. Вот карточка бюджетного смартфона. Снова ценник ниже рыночного, но уже не в несколько раз. Разница буквально в 10-15%. Точная плашка, доставка из-за рубежа. То есть продавец якобы закупает технику за границей и напрямую отправляет ее вам. Кто помнит про ролик о SDEC Shopping? Понимаете, что подобный заказ можно ждать не сами. Иногда и вовсе не дождаться заявленного устройства. Однако автор отзыва все же рискнул, заказал смартфон в надежде сэкономить. Первое, что его смутило, вес посылки, которая появилась в инструментах отслеживания. Этот смартфон в коробке с дополнительными комплектующими просто-напросто не может весить 254 грамма. Так как само устройство весит чистыми 250 грамм. Скорее всего, вместо новенького гаджета там лежали носки, трусы, чехлы для смартфона или книга с подходящим под ситуацию названием. Динозавры, мамонты и разные древности. Хотя даже она весит 440 грамм, поэтому вряд ли. Естественно, продавец никак не отреагировал на вопрос покупателя, потому что его задача потянуть время, получить деньги и скрыться с радаров. Аналогичную позицию по заявлениям пользователей, как ни странно, занял и Озон. Сначала пытался успокоить потенциальную жертву мошенничества, потом вроде как говорил о возврате в течение нескольких дней. Однако ни через 3, ни через 7, ни через 10 дней деньги не возвращаются. Позже оказалось, что для возврата заказ должен отменить продавец, который попросту не отвечает. Потому что там не смартфон. Боже мой, что за замкнутый круг. В общем, без должного терпения, публикация отзывов возврата за посылку с кирпичом или мусором вместо смартфона добиться достаточно сложно. Иногда представители Озона ссылаются на то, что клиент не снимал процесс вскрытия посылки и намекает на умышленную подмену. Объективности ради, иногда Озон оперативно реагирует на волну подделок. Даже не иногда, а чаще. Подобное имело место быть летом 2021, когда Marketplace захватили объявление о продаже поддельных видеокарт. Да, тогда ценники на них еще покоряли новые вершины за страсти по крипте. Озон отреагировал на откровенный обман молниеносто. Сейчас, видимо, мешают масштабы, так как после одобрения параллельного ипорта, подобных карточек стало в десятки, если не в сотни раз больше. Но почему же так происходит? Неужели Озон и Валдберрис иногда действительно все равно на вас? На самом деле ситуация двояк. Во-первых, ваш оригинальный iPhone 14 Pro Max могут подменить на паленые сотрудники склада. В сети можно найти массу материалов с откровениями действующих и бывших работников с сортировочных сеттов Озоны Валдберрис, которые рассказывают неожиданные инсайты о внутреннем устройстве маркетплейсов. Воровство, подмены, испражнения в посылке, одним словом, полный пи***ц. Но это, конечно же, не единственная причина появления палли. Пример такой истории есть и на моем канале. Человек заказал iPhone на Валдберрис и получил пустую коробку. А почему бы и нет? Второй триггер – параллельный импорт, на котором я сделал акценты в обложке на старте повествования. Именно ослабление ограничений привело к буму подделок и реплик. Хотя дыры в системе безопасности того же Озон существовали уже давно, в пример можно привести продажу ворованных товаров на маркетплейсах. Еще три месяца мои коллеги из НН выпустили ролик про шоплифтера, который продает на ограбленное в офлайн точках продаж. Владельцу магазина на Озон. Скорее всего, это не единичный случай, так как проворачивать подобное позволяет сам маркетплейс. Да, для продажи товаров известных брендов индивидуальному предпринимателю или компании необходимо предоставить соответствующие документы. Однако, по словам магазинового вора, делать это при каждой новой поставке товаров просто-напросто не требуется. Интересно. То есть на примере конкретного кейса с товарами для детей. Один раз предоставил документы, продал белую партию товара, далее закупаешь за полцены у шоплифтера и спокойно отправляешь покупателям с Озон. Почему нельзя заменить ворованное на контрафакт? Вопрос риторический. Именно поэтому Озон и Ванверис уже сейчас называют новым черкизоном. Нерадивые продавцы уставляют копеечные копии под видом оригинала и иногда указывают на то, что это реплика. Но не явно. Где-нибудь в комментариях, дабы и пользователь мог не увидеть, и платформа не дала моментальный бан после нескольких отрицательных отзывов. Или же можно продавать пустоту и накручивать отзывы. Так, стоп. Вот тут вы и прогорели со своим заказным роликом Александра. Ведь отзывы на Озон и Ванверис могут оставлять только те, кто уже купил товар и получил посылку. Вариант номер один. Продавец самостоятельно делает несколько заказов с фейковых аккаунтов, отправляет самому себе посылки с кирпичами на разные адреса, оставляет положительный отзыв для реальных покупателей, которые впоследствии теряют деньги. Вариант номер два. Нерадивые бизнесмены используют группу по типу товар за отзыв. Те, кто хочет получить реплику iPhone или любой другой товар подешевле, а иногда и вовсе бесплатно, проворачивают простую схему. Заказывают и оплачивают позицию, получают посылку, пишут положительный отзыв, после чего получают кэшбэк 70-100% от продавца. Итог в двух случаях. Рейтинг 5 на товаре ненадлежащего качества, никаких вопросов стороны озоны, запаливные накрутки и сотни тысяч, а иногда и миллион рублей для мошенников на манипуляции рейтингом. Комментарии о кривете и неточностях медленно стираются. На самом деле все это лишь ирония, ведь представители маркетплейсов прекрасно знают об этих схемах. Их уже разбирали на просторах YouTube, правда никаких продвижек в сторону решения не наблюдается. Наверное никому ничего нового я сейчас не рассказал, потому что так делается уже много лет на всех маркетплейсах, даже для товаров реально хороших, чтобы опять же выделять их в топе, чтобы их чаще покупали. А от этого защититься самим компанией, маркетплейсом очень и очень трудно. Надо что-то придумать. Выводы. Параллельный импорт действительно возможность восстановить рынок электроники под действием санкций в отношении РФ. Однако в итоге он спровоцировал рост контрафакта на маркетплейсах. Да, они вроде как пытаются с ним бороться, однако история вроде получил подделку или кирпич в коробке продолжает появляться даже спустя несколько месяцев после объявленной озоном и ватберс войны подделка. Да и осень объективно не времен для латания дыры, ведь это период распродаж, черных пятниц и миллиардов прибыли на фейковых скидках. Поэтому я лично вас призываю быть аккуратнее и преодолеть покупках в сложившейся ситуации. Даже продавец сотни пятерок может оказаться мошенником, а товар со скидкой 50% подделкой того, что вы так хотели купить в подарок себе или близкому человеку. Проверяйте вес посылки, характеристики, ответы на вопросы продавцу, это поможет снизить риск обмана. Однако полностью исключить его в актуальных реалиях просто-напросто невозможно. Александр Харчевников, Вести 24, Россия. Я же, как всегда, опубликую дополнительные материалы по теме в своем телеграм-канале. Приведу еще пару примеров карточек с палью, а также дам дельные советы по вычислению подобного на реальных кейсах. Подписывайтесь по ссылке в описании, каждый день стараюсь держать каждого из вас в информационном тонусе. Всем спасибо за просмотр, не гонитесь за скидками и распродажами, всегда относитесь к такой халяве с максимальным подозрением. Да, паранойя в данном случае единственный выход, так как на кону стоят ваши честно заработанные... деньги. Поддержите этот ролик лайком, репостом и комментарием со своим опытом покупок на Озон, Вайлдберрис и других маркетплейсах со времен появления параллельного импорта в России. Читаю все истории, отмечаю самые интересные лайки по каналу, дабы их могло прочитать как можно больше людей. Учимся на чужих ошибках, так сказать. С вами был Саня Харщевников, до скорого.